добрый день дорогие друзья в эфире программа 21 век и дух пророчества с вами автор и ведущий николай арефи тема выпуска небесный парад победителей речь пойдет о будущности не просто будущности каждого из нас это не только будущность церкви это будущность всей цивилизации и будет неверным и несправедливым говоря предсказывает у будущность нам делать упор более делать упор на негативные моменты то есть о суде вечном говорить о том что земля и все дела на ней сгорят и ожидать наказание всех наших с вами обидчиков и это все произойдет но для человека важно то что для него господь приготовил и для меня важно что меня ожидает ведь христос нас с вами призывает прощать врагов если я прощаю своих врагов какое я буду иметь удовольствие от того что не будут наказываться они будут бросаемы в гену огненную и ученики ну по крайней мере евангелие не открывает нам чтобы они спрашивали о наказании своих противников но они спрашивали прямо что же будет нам это верный вопрос мы сегодня достоверно знаем что мы должны делать для господа у нас развито это служение вернее учение о служении богу мы разбиваем его на различные отделы подразделы и в каждой церкви для каждого человека есть служение есть работа это действует уже не одно тысячелетие и в таком же плане в таком же русле мы должны понимать что всем этим работам делам и служением и посвящению должно быть как не какое-то воздаяние а должное достойное воздаяние о чем мы и читаем мы с вами в писаниях и со слов христа и читаем мы со слов его предсказаниях и мы усматриваем это в тех принципах которые господь нам открывает писание когда ученики спросили иисуса что же будет нам он говорил о том что им вечная жизнь ему готова на отдых что и на этой земле они получат в 100 крат но среди прочего он сказал им что вы сядете на 12 престолах судить 12 колен израилев это одно из обетований и вот это обетование она лежит в начале начале жизни человеческой цивилизации вот в новом этом мире на новом новой земле под новым небом что нас ожидает я хотел бы сегодня сделать упор на те мысли которые нам предложены во второй третьей главе книги откровения там где иисус прямо говорит о будущности для чего нам нужно будущность будущность это моя цель если у меня нет будущности нет цели я не смогу полноценно трудиться или что-то что-либо делать в настоящем ведь настоящем наше служение но построена на энергетике веры а вера она смотрит далеко вперед вера это предусмотрительность вера в какой-то мере она она рационально вера она указывает нам что мы правильно мыслим что мы вот так паспудно ожидаем того что бог нам приготовил но вот то что он нам приготовил он открывает писать и мы получаем стимуляцию стимуляция потому человеку не имея стимула ему тяжело двигаться по жизни причем двигаться не один день и не один год а двигаться десятилетиями и двигаться всю свою жизнь опираясь на нечто опираясь на нечто и во второй третьей главе книги откровения есть такие очень две важные мысли нам показаны обращения такие суровые обращения иисуса христа к ангелам церкви не весьма суровые со строгостью он обращается и у этой строгости есть основа основа обращаясь каждому ангелу этих осийских церквей господь в чем-то дает им похвалу делает определенные замечания но дальше выводит следующую мысль он говоришь побеждающим тем раз он подчеркивает что он ожидает от своих служителей от своей церкви победы победы когда мы говорим о победе то мы говорим о противостоянии победа не может находить но совершиться в инертном каком-то состоянии вот как человек плывет по течению но такое предубеждение оно ну к сожалению поражает некоторых людей которые ну не сильно напрягаются то в этой жизни своем служении и они не понимают что такое победа потому что они не сражаются они не ощущают агрессии они вовремя уходят в сторону они не делают ничего лишнего они идут на всевозможные компромиссы поэтому для них непонятно что такое победа и христос в этих обращениях он обличает такую позицию инертную человека но я говорю хочу говорить не об обличении об обещании нам важно обещание нам важно опереться на то что бог нам обещал и первое он говорит о необходимости победы если христос говорит о необходимости победы он нам обязательно обеспечит и ресурсы которые необходимы для победы давайте мыслить мы с вами ну будем строить аналогии жизни человеческой жизни земной ведь и в земной жизни у нас есть этапы когда мы что-то совершаем мы побеждаем и всякий раз когда мы побеждаем но мы живем ведь не для себя живем ли мы в семье какие-то вехи происходит жизни или в гражданском обществе но человек скажем отучился высшим учебном заведении скажите это победа да это победа как правило что происходит после совершения этой победы награждение то есть человека победившего который выстоял все эти годы награждают например люди строили какой-то важный важный объект промышленный они построили они запустили и в каждом случае строительство ли это или это какие-то какие-то исследования научные или опять же мы берем войну каждая война 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 она начинается с ожидания победы если люди которые выходят на войну не рассчитывают на победу не ставят целью победа никогда не победят а почему человек хочет победить не только для того чтобы поразить врага если это агрессор выдворить его со своей территории но опять же победа это триумф триумф и всякий раз после победы совершается организовывается парад победы в чем таким образом исключение являют для нас небесное устройство да ничего не должно быть по-другому если христос говорит о побеждающем значит он предполагает это принцип он не не выдает нам деталей деталей встречи победителей но если сказал он своим ученикам что вы воссядете на двенадцати престолах то это и есть некоторый парад небесный парад победы то есть наступит такой момент когда все верные христу люди они предстанут пред ним они станут участниками этого торжественного шествия на небесах и вот как ну в земной жизни мы с вами созерцаем такие шикарные богатые дворцы властители этого мира ну как например на вот этой заставочке на видео заставки которые вы наблюдаете шикарные дворцы шикарный дворец он используется в различных направлениях но одно из его направлений это прием почетных гостей к почетным гостям относятся прежде всего победители те люди которые угодили владыки которые защитили его интересы которые совершили победу которые пришли с трофеями и эти люди они не входят в царский дворец задним ходом они не входят тайком ночью в каких-то темных одеждах закрывая свое лицо для этих людей есть центральный вход есть центральная аллея в этом отношении небесная парад ничем не исключение когда мы говорим с вами о том что на небесах есть некоторая гора божия на этой горе установлен престол господень там вокруг этой горы совершается все течение жизни то где как не напротив этой горы есть есть некоторая такая аллея победителей это триумфальная дорога на которую станут все победившие победившие во славу имени иисуса христа и нам надлежит с вами понимать что труд который мы здесь совершаем он не тщетен какие-то огорчения противостояния воздержание во многом где-то проявление терпения отказ от чего-то мы соглашаемся что христианское учение нас призывает во многом от отказываться там воздерживаться даже ну не воздавать злом на зло это серьезное усилие человеку нужно провести вот бог говорит что за эти победы будет награжден человек он будет отмечен и он и как и проблема сегодня возникает тогда у нас мы не пытаемся верой воспроизводить эти картины будущности это нужно делать нужно ожидать тем более у нас есть основание христос сказал что он побеждающему даст он причисляет что он даст почему они должны в это верить почему не должны этого ожидать и каким-то образом эту картину внутри себя воспроизводить рисовать эту картину будучности можно назвать этими это мечтаниями но это не праздное мечтание это не фантастика это реалии которые ожидают всех нас это есть укрепление нашей веры это наша связь с небесами я верю что когда святые заканчивают свой путь жизни мы можем на два этапа разделить это завершение то есть человек который покидает эту землю по причине скажем смерти или господь его восхитил как илию пророка или еноха он не растворяется там где-то в небесной бесконечности он обязательно будет встречен почему вот вот христос на это указывал он говорил о том что наши имена записаны в книге жизни на небесах если имя твое и мое записано в книге жизни на небесах это имя не забыто ты не просто какой-то человечек какой-то винтик какая-то малость какая-то крупинка в этом во всем потоке движущаяся господу ты личность у тебя есть имя господь поручал тебе нечто вы понимаете как принимается человек который приходит на небеса небеса он воспринимается с позиции его верности иисусу христу в одной из своих заявлений пророческих христос сказал когда он восядет на престоле одним он скажет отойдите от меня проклятые но другим он скажет придите ко мне благословенным остановитесь вот здесь на этом моменте что значит придите ко мне благословенное это значит когда человек заканчивает земной путь вот мы хороним наших соратников братьев и сестер мы провожаем их последний путь и мы ну мы страшимся как бы мы робко относимся к тому моменту чтобы заглянуть за вот эту веку где же они тоже с ними произошло вот с ними вот это произошло что первое что происходит с человеком который восхищается из этой жизни из бренного своего тела на небесах это встреча иисуса христа и вот это тот возгласа приди ко мне благословенный мы понимаем что христос царь небесный там где царь небесный там слава небесная там трон небесный там обычно аллея по которой приводят важные очень именитые служители архангелы они подводят человека к трону иисуса христа они представляют его называя его по имени вот такой торжественной обстановке христос открывая книгу жизни говоря ты благословенный я я принимаю тебя на небесах я благословляю тебя я благословляю потому что ты был верен не вот в той земной жизни ты претерпел ради имени моего это вот один период один этап но я сегодня хотел бы остановить наше внимание на последующем этапе все-таки парад победы когда должен был будет совершиться парад победы парад победы совершается после завершения всех действий иисуса христа на земле это уже после суда суд определяет судьбу всем противникам христовым которые брошены в озеро огненное и вот самое время отметить победителей которые будут шествовать по ходить в эту триумфальную небесную арку и все будут названы по имени все будут представлены пред престолом и сегодня хочу и обратить внимание на одно очень важное действие небесное которое с которого начинается вот новая жизнь нового небесного человека воскресшего с чего начинается его жизнь это обращение иисуса христа к ангелу пергамской церкви знаю твои дела что ты живешь там где престол сатаны суровые условия жизни крайне стесненное обстоятельство христос как царь как владыка делает определенное замечание этому ангелу но дальше следует его обетование побеждающему дам вкушать сокровенную манну о чем у нас был разговор в предыдущем выпуске и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя которого никто не знает кроме того кто получает вот чего начинается жизнь новой земной цивилизации оно начинается с присвоение имени присвоение имени давайте разберемся что такое есть имя в нашей человеческой земной жизни именем различают людей с одной стороны то есть есть имя которое обозначено в каких-то реестрах документах паспортах человека и один человек отличается другого именем там имя отчество фамилия и так далее но настоящее значение имени заключается не вот в этом прозвище не прозвище настоящее имя она заключается в том чего достиг человек живя на этой земле есть люди которых имя которые ну абсолютно не представляют никакого веса на этой земле есть люди которые ну почему они не представляют веса то есть когда мы говорим когда мы обозначиваем человека когда он проявляется в каких-то действиях какие-то определенные дела когда он влияет когда от него что-то зависит когда мы нуждаемся в нем в этом человеке есть две категории имен есть злые имена есть добрые имена какая-то часть человечества она прославилась будучи злыми этих людей знают они преуспевают во зле но есть часть людей которые преуспевают в добрых делах и на этих людях зиждется цивилизация человеческая если говорить о простых примерах посмотрите в книге деяния есть история такая когда Петр 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 гостил у некоторого Симона Кожевника то есть людям давали вот такие такие Симон Кожевник вот у него есть имя но у него есть предназначение этот человек работал с кожами сотник корнилий сотник корнилий какое имя было Иисуса плотник из Назарета то есть его узнавали потому что он занимался плотницким ремеслом но мы в писании встречаем что человек в некоторых случаях меняет свое имя опять же по воле Господней мы можем подумать что родители Авраама его отец Фара дал ему чрезмерно амбициозное имя Авраам значит отец народов но Фара не просто так дал своему сыну такое имя это было откровение от Господа здесь некоторый намек смотрите вот в жизни человеческой у нас не получается развивать свое имя потому что мы стеснены всевозможными обстоятельствами и мы находимся в какой-то борьбе в противостоянии под действием агрессии но тем не менее для человека важно чтобы у него было имя чтобы он что-то значил вы понимаете что-то значил это не гордость ни в коем случае но это такая добрая значимость человек Божий он для чего пытается стать значимым чтобы свою значительность вот это свое имя которого он достиг какие-то успехи успехи человека мы можем как обозначить мы можем обозначить по его делам что он делает как он делает как он относится к людям как он любит Господа тогда мы мы на основании его поступков его характера его жизни строим ему имя вот с этим именем человека живет с этим именем встречает Иисуса Христа Господь иногда меняет имя человеку да иногда а мы подразумеваем что если человек возрождается свыше значит он получает новое имя но здесь в откровении сказано об одном очень важном таком моменте на земле значение нас как личности оно зависит от многих обстоятельств от наших родителей от условий жизни от моих личных способностей от каких-то еще каких-то моментов жизненных от других людей от среды в которой я проживаю от народа от культуры от религии от всего многого и человеку приходится ну очень много работать чтобы каким-то образом построить свою личность какую-то значимость для этого мира стать полезным скажем так вы помните когда умерла одна женщина ее звали Тавифа что в переводе значит серна и чем она отличалась она шила платье это была швея вот ее имя было добрая швея для людей работала и Господь ее отметил когда она умерла он воскресил ее из мертвых и нам здесь предсказано что когда мы будем участниками этого небесного парада вот чествование победителей это обязательная составляющая любого парада парад он и организовывается для того чтобы оказать честь победителям не в один час этот парад устраивается прежде происходит какая-то организационная работа есть оргкомитет собираются книги рассматриваются исторические хроники рассматриваются судьбы каждый человек рассматривается его наградные листы его действия его ошибки в том числе его подвиг его отвага его мужество и все и тогда вот эти участники они собираются для чего для того чтобы владыка мог отметить всех их определенной наградой и в жизни человеческой эта награда она опять же в чем-то проявляется есть какие-то наградные знаки медали ордена есть подарки очень щедрые есть пенсионы есть вознаграждение финансовое и так далее и так далее но когда человек что-то делает в жизни он обязательно вознаграждается и господь говорит что мы не упустим награды свои и вот начало этой небесной цивилизации в основании этого парада и обозначено тем что каждому человеку верному христу определяется новое имя что я хотел бы отметить это имя от бога то есть бог желает меня и тебя кем-то видеть на небесах кем-то видеть на небесах значит он для тебе и для меня уже сейчас записав твое и мое имя в книгу жизни приготовил ну какие-то вот эти составляющие какие-то ресурсы что-то приготовил, облачение, облачение, сверхъестественное облачение, то есть, приходя на небо, я рождаюсь, как бы я прихожу, знаете, как из материнской утробы пришел, я ничего не принес, казалось бы, да, но за мной идут дела мои, вот чем отличается рожденный свыше от младенца рожденного, он не просто так вот в своей наготе приходит, у него есть дела, у него есть заслуги, у него есть служение, у него есть упование, у него есть подвиг, у него есть слезы, у него есть надежда, у него есть любовь и вера, и Господь, говоря, добрый и верный раб, он приготовляет для каждого человека особенное предназначение, то есть, новое имя, кем он желает видеть тебя на небесах, в качестве какого служителя, что он видит, ты будешь исполнять на небесах, в этой блистательной атмосфере изобилия, и для нас это великая и высокая честь, что сам Господь каждому из нас присвоит новое имя, мое имя человеческое, оно, почему мало значило, потому что на него все влияли, кто хотел, мог меня попирать, как человека, мог, ну, задавить мое имя, мог вычеркнуть это имя, мог унизить меня, но если это имя дано Господом, то это имя незыблемое, вы помните, Моисей встречается с Господом, и Господь приготовил для него имя, имя это избавитель народа, и Моисей не был к этому готов, и так мы с вами, мы не будем готовы внутренне, даже эмоционально к тому имени, которое Бог для нас приготовил, в качестве аналогии мы имеем притчу Христа о аминах и талантах притчи, и там сказано какому-то простому человеку, вот такое сравнение мы имеем с вами, он говорит, возьми в управление 10 городов, то есть ты будешь губернатором, обыкновенный человек, который ничего не значит, ничего не стоит в этой жизни, но Господь поднимает его на такую высоту, это новое имя, причем имя уникальное, здесь мы читаем, что которого никто не знает, кроме того, кто получает, здесь не вопрос тайны, а вопрос уникальности каждого человека перед Богом, то есть каждому человеку особенное будет дано предназначение его места пред небесами, это не вопрос служения, это вопрос места в жизни Божьей, кем Господь видит тебя в своей жизни, друзья, Бог не нуждается в работе никакой, у Него есть миллионы ангелов, у Него архангелы, но Он нуждается в общении, Он нуждается в царских сыновьях, которые разделяют с Ним царство и царствуют, ну, царствуют в том сознании, которое сам Господь Бог имеет, имеет, они правят этим царством, и для нас, конечно, будет удивительным, весьма удивительным, что Бог для каждого из нас приготовил, вот по слову, не видел глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку то, что Бог приготовил любящим его, это такой уровень благословения, говоря, что это имя написано на камне, мы получаем удостоверение, что то, что написано, уже никто не может вычеркнуть, это дано навсегда, на всю вечность дано, такое благорасположение Господне, тебе не нужно сдавать экзамены, тебе не нужно платить, тебе не нужно долго учиться на что-то, тебе Господь только за то, что ты являешься частью Его родословия, присылает вот такое новое звание и предназначение в Царстве Небесном, но то, что этот камень, вообще, что это камень на камне написано, мы получаем как бы фундамент жизни, есть фундамент, есть опора небесная, да, наша опора во всех случаях это Христос, но часть Христа, вот часть Его мыслей, часть Его мыслей, и эти мысли, они светлые мысли, потому что камень белый, Господь думает, смотрите, что такое белый камень, Господь сегодня, когда ты еще на земле, Он занят мыслью, Он занят светлой такой мыслью, как благословить этого человека, вот как сделать ему, приятное сделать ему, какое место вот именно ему, именно вот этому человеку, понимаете, отношении каждого спасенного, который занесен в книгу жизни, на небесах происходит совещание, происходят переговоры, Господь советуется со своими служителями, Господь рассматривает какие-то наши притязания, наши намерения, наши желания, наши чувства, наши радости для того, чтобы вот там вот на небесах человеку сделать приятное. И таким образом мы с вами, мы с вами укрепляемся в нашей вере, мы оторваемся от земли, и мы уже сегодня, мы уже сегодня веруем, мы видим эти небеса, мы слышим произносимое наше имя, мы в таком восторженном ожидании, что же Господь для меня приготовил. Я хочу закончить такой мыслью. Если мы напряжем сегодня и сейчас всю свою фантазию, если мы попросим друзей еще им помочь нам сфантазировать, что же Господь нам приготовил, у нас ничего не получится, потому что это будет значительно выше, на порядке выше нашего с вами ожидания. Бог велик, Он славен, и Он никогда не отступит от того слова, которое Он нам здесь с вами заявил. Субтитры создавал DimaTorzok